Добрый вечер! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! На Щелковском телевидении «Диалог о православии» мы работаем в прямом эфире. И пока у нас есть такая возможность, приглашаю всех вас принять участие в передаче и вместе со мной задавать свои вопросы священнику в Русской Православной Церкви. Гость нашей студии, настоятель Николы Берляковского монастыря, благочинный монастырей Московской епархии, игумен Ермений. Отец имений, добрый вечер! Добрый вечер! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Всех с праздником поздравляю! Это такой большой праздник, русский праздник. Вы, пожалуйста, нам немного об истории расскажите и какое событие мы отмечаем. История этого праздника достаточно долгая, то есть это X век от Рождества Христова. Это Византийская империя, это город Константинополь, где на окраине города был Влахернский храм, в котором хранились Риза Богородицы, пояс Богородицы. И в одной из сложных для жителей города моментов, когда город был окружен варварами, кто говорит сарацинами, кто какими-то болгарами, здесь расходятся историки во мнениях. В общем, была опасность захвата города и уничтожения жителей. Вот в этот момент была служба всеночная в храме Влахернском, и на ней присутствовал великий угодник Божий Андрей Христа Ради Еродивой, который ночью уже во время богослужения, часов три ночи, увидел, как такое видение Господь ему открыл, как Пресвятая Богородица развернула свой амафор над городом, над жителями, таким образом показывая, что она защитит город от этих нападений. Действительно, на следующий день все окружение города было снято, и все варвары разошлись даже без боя по неизвестной причине. Это, конечно же, великое чудо, но в Византии его не сделали праздником, то есть оно не является двунадесятым праздником, великим праздником. Это чудо сохранения города Константинополя, спасения его. А вот наш князь Андрей Боголюбский, который был крещен в честь Андрея, Христа Ради Еродивого Константинопольского, он, зная об этом чуде, он читал житие, естественно, своего святого. Когда он пошел на войну, он взял с собой иконочку Владимирской и спасся всемилостиво, две иконы и крест. И так как его войско одержало победу совершенно без каких-либо серьезных потерь, он посчитал, что это чудо, и, вернувшись во Владимир, сказал, что будем теперь праздновать два праздника, спасу всемилостью, это в августе, и покрова Престой Богородицы. То есть он считал, что под покровом Богородицы он победил тех варваров, которые нападали на Владимирскую землю, Суздальские земли. Естественно, построил храм, храм на Нерли, покрова Богородицы, известнейший памятник исторический и культурный, это же просто произведение искусства древнего зодчества. И с этого момента на Руси этот праздник покрова, он вошел в нашу традицию с, можно сказать, легкой руки князя Андрея Боголюбского. А в других православных церквях, ни в греческой, ни в каких-то других церквях, он не празднуется так, как у нас. Ну и у нас, конечно же, к этому празднику приурочено окончание осени, начала зимы, это покров, это или снег, либо, как снега, если нет, то тогда золотым дождем листьев покрывает нас Богородицей. И вот это тоже уже такое традиционное, ну, покров прошел. Ну, сегодня с утра дождик был. Сегодня дождик, да, вместо снега моросил. То есть мы к этому празднику, можно сказать, с детства уже приучены, и он у нас в таком уже в генетическом коде, наверное, прописан, считается великим праздником, хотя это не является Дуной Десятым. Дан, прежде чем мы с вами продолжим разговаривать на эту тему, предлагаю посмотреть нашим телезрителям фильм о Серпуховском Высоцком монастыре. Ну, если у кого-то есть вопросы, вы можете во время того, как фильм идет, позвонить по телефону прямого эфира 71440, 71450, оставить свой вопрос в письменном виде, а я уже после фильма озвучу. Давайте посмотрим фильм. Царю небесным, утешителю души истины, Иже бездесы и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Прииди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души нашу. Серпуховский Высоцкий монастырь расположен в живописном месте на берегу реки Нары, на высоком холме, от которого и произошло название Высоцкий. Это святая обитель, одна из девяти основанных преподобным Сергием Радонежским. В 1374 году, когда удельный князь Владимир, прозванный в народе за проявленную доблесть в Куликовской битве храбром, двоюродный брат великого князя Дмитрия Донского, получил у управления город Серпухов, он решил основать здесь монастырь-крепость с прочными стенами и башнями, чтобы в мирное время местные жители укреплялись молитвой, а при нашествии неприятеля получали не только духовную, но и видимую оборонительную помощь. Серпухов – южная граница Подмосковья и часто подвергался набегам ордынцев и степняков. За благословением на возведение фортификационного и молитвенного сооружения Владимир храбрый обратился к своему духовному наставнику, преподобному Сергию Радонежскому. И вот преподобный Сергий пешком из своей обители, это около 200 километров отсюда, приходит в город Серпухов, взяв с собой одного из своих ближайших учеников, преподобного Афанасия. И здесь вместе с князем Владимиром Андреевичем они обходят окрестности города Серпухова. Это место преподобный Сергий избирает как Богу угодно для создания монастыря. Он возвращается обратно в свою обитель, а здесь он наставляет своего ученика, преподобного Афанасия, который и становится первым настоятелем нашей обители. Первые 40 лет монастыря в его истории стали самой драгоценной страницей и были названы золотыми. В это время обители управляли настоятели, которые впоследствии были прославлены сонми радонежских святых. Преподобный Афанасий Высоцкий, его ученик преподобный Афанасий-младший, преподобный Никита, сродник и ученик преподобного Сергия Радонежского. Первый игумен монастыря, святой Афанасий Высоцкий, был старцем высокой духовной жизни. Известно, что под его началом послушнический искус, то есть испытание себя в намерении стать монахом и возрастание в духовной жизни, по благословению преподобного Сергия проходил второй настоятель свято-троицкой лавры, преподобный Никан Радонежский. В Высоцком монастыре он принял монашеский постриг. В 30-летнем возрасте, уже в сане ермонаха, вернулся к преподобному Сергию и по завету своего учителя стал его преемником в игуменстве. Под руководством преподобного Афанасия также начинал свой монашеский путь почитаемый русский иконописец преподобный Андрей Рублев. Святой угодник Божий Афанасий Высоцкий, помимо духовных дарований, еще и стяжал славу ученого человека, искусного каллиграфа и хорошего книгописца. В XIV веке в Византии была собрана большая коллекция ценнейших для православия книг, в которой в то время так нуждалась русская церковь. Преподобный Афанасий по благословению духовника уезжает в Константинополь и там до конца своих дней работает над переводом с греческого языка на русский богослужебной и духовной святоотеческой литературы. Одним из главных его трудов стал перевод и переработка для русской православной церкви единого богослужебного устава под названием Окоцерковное, которым пользуются в монастырях и храмах России по сегодняшний день. А Высоцкий монастырь стал своеобразным мостом между православными культурами Руси и Византии. Вторым угоменным стал ученик преподобного Афанасия-старшего, которому он дал тоже свое имя Афанасий, чтобы их различать. Вот первого игумена мы называем старший, а второго игумена мы называем преподобный Афанасий-младший. 12-летним юношей, можно сказать, мальчиком совсем, он приходит в наш монастырь, оставив родительский дом, и слыша о том, что в этом монастыре строгие монашеские уставы, которыми он хотел руководствоваться, которым он хотел жить. И очень опытный старец преподобный Афанасий-старший, и вот он приходит, поступает в послушание в наш монастырь. В 25 лет он становится уже настоятелем этого монастыря. Жизнь его земная была очень недолгой. Не исполнилось и 33-х лет, когда он скончался от старческого изнеможения. То есть все силы духовные, телесные он отдал на служение Богу и людям. Несмотря на краткость своей земной жизни, он прославлен церковью, в лике святых. 19 лет в сане игумена служил преподобный Никита. За свою долгую благочестивую жизнь он подвязался и освящал своими молитвами несколько мест страны. А потому его называют преподобным Никитой Радонежским, Серпуховским, Высоцким, Боровским, Костромским. Он утешал страждущих, помогал всем приходящим к нему людям, среди которых были монахи, миряне, знатные люди, простые крестьяне. Под его духовным руководством среди множества учеников возрастал в иноческих подвигах и еще один известный русский святой Пафнутий Боровский. Архитектурный ансамбль монастыря складывался на протяжении всей истории обители. Так, первой постройкой был деревянный, обыденный или единодневный храм, то есть построенный всего за один день. В XIV веке на Руси существовала такая традиция. Для избавления от бедствий, а также в благодарность Богу за помощь, было принято возводить небольшие церкви. В их строительстве участвовали все жители города или села. Работы могли начаться в ночь на новый день, но закончиться должны были до захода солнца. Обычно такие единодневные храмы стояли не больше полувека. После победы в Куликовской битве князь Владимир Андреевич на месте деревянной церкви воздвиг большой каменный собор во имя зачатия Пресвятой Богородицы Святой Праведной Анной. Этот собор, частично перестроенный за прошедшие столетия, сохранился и по сегодняшний день. Практически в то же время был возведен еще один каменный храм Трапезная в честь покрова Пресвятой Богородицы. Однако от первоначального здания осталась лишь часть фундамента. Церковь несколько раз перестраивалась, была дополнена пределом во имя похвалы Богородицы, и тот вид, который имеет сегодня, обрела уже в XIX веке. В XVI-XVII веках в обители были построены Никольские и Сергиевские храмы, колокольни с храмом во имя трех святителей и учителей вселенских Иоанна Златоустого, Василия Великого и Григория Богослова. Особым покровительством Высоцкий монастырь пользовался у дворянского рода Нарышкиных, владения которых находились на Серпуховской земле. Щедрые пожертвования монастырю делала мать императора Петра I, царица Наталья Кирилловна. За свою историю монастырь не раз подвергался атакам врага. Его грабили и сжигали татар-монголы, разоряли поляки, лишали земель и имущества во время правления императрицы Екатерины II. Страшное время наступило и после революции 1917 года. В 1918 году на территории монастыря располагается уже полк латышских стрелков. Под стенами монастыря начинаются массовые расстрелы людей. После ухода этих революционных частей монастырь даже превращают в концентрационный лагерь. Содержали заключенных людей, видимо, наверное, больше по каким-то политическим статьям. Позже здесь располагались какие-то и государственные учреждения, общежития, храмы, используясь под складские помещения. А в братском корпусе была библиотека. В новейшей истории Высоцкий монастырь стал возрождаться одним из первых в Московской области. В 1991 году восстановительно-реставрационные работы возглавил архимандрит Иосиф Балабанов, будущий епископ Русской Православной Церкви. Сегодня он митрополит Улан-Уденский-Бурятский. В 80-х годах архимандрит Иосиф был настоятелем единственного действующего в то время в Серпухове храма Ильи Пророка. Ходатайствовал об открытии святой обители и вместе со сложившейся в храме общиной взялся за нелегкое дело поднятие из руин древней обители. Сложно и страшно было. Вы знаете, когда наш собор восстанавливали, я пришел еще, он находился в том виде, в котором он остался в постсоветское время. И в 96-м году настоятель сказал, мы здесь осветим престол. Я, конечно, ему ничего не сказал, постеснялся. В себе подумал, да мы не то, что здесь не осветим, мы здесь никогда служить не будем. Настолько это все было разрушено, и казалось, ну, это невозможно просто ничего восстановить. Но когда в 2001 году там осветили престол, конечно, это было вот такое маленькое чудо. Возрождение обители братья отдавало все силы и способности, собирало многочисленные святыни. По инициативе настоятеля монастыря было возобновлено пришедшее в полное забвение почитание чудотворной иконы Божией Матери неупиваемая чаша. Явление этого образа произошло в городе Серпхове в конце XIX века. Одному крестьянину, отставному солдату из Тульской губернии, страдающему недугом винопития и от этого тратившему способность ходить, во сне явился старец и указал на средства исцеления. Болящему необходимо было попасть в монастырь Пресвятой Богородицы в Серпхове и отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая чаша». После молитв перед указанным образом одержимый алкоголизмом исцелился, а икона стала известной и почитаемой. Здесь было и общество трезвости, было несколько списков с этой иконы, тоже почитаемых, чтимых икон. К сожалению, революция всего нас лишила, всех этих святынь. Все иконы вынесли на берег реки Нары, там сожгли. Погибла ли тогда эта икона, доподлинно неизвестная. Стараниями владыки Иосифа Балабанова и российского иконописца Александра Соколова в 1992 году был написан новый, ныне известный во всем православном мире образ «Неупиваемая чаша». На нем Пресвятая Богородица изображена в молитве с воздетыми руками, немладенцем Господом и Иисусом Христом, стоящим в чаше и благословляющим двумя руками. Икона была освящена, внесена в православный церковный календарь и сегодня является Всероссийской святыней. В Высоцком монастыре перед образом ежедневно читаются акафисты. ПЕСНЯ Люди обращаются где только могут, за какой-то медицинской помощью, даже везде, где обещают помощь. Надеются, но, к сожалению, часто разочаровываются. И вот сюда они приезжают именно с этими словами «Мы приехали с последней надеждой». И, конечно, когда эту помощь они здесь получают, для них несомненно, что это помощь Матери Божьей, по молитвам Матери Божьей Господь помогает им избавляться от своих страстей. В 1994 году совершилось обретение святых мощей преподобного Афанасия Высоцкого-младшего. В XIV веке над могилой преподобного была построена часовня, потом небольшая церковь, а в конце XIX века возведен просторный храм в честь преподобных Сергия Радонежского и Афанасия Афонского. Однако в советские годы церковь была снесена с определением как сооружение, не представляющее архитектурной и исторической ценности. И вот уже в наши дни по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия были проведены работы по определению места погребения и открытию святых останков преподобного Афанасия. Состоялось обретение мощей и торжественные перенесения их в Покровскую церковь. Поклониться чудотворцу, наставнику монахов и помощнику всем страждущим сегодня может каждый желающий. В болезни ног помогает преподобный Афанасий. Говорят, что сам он при жизни страдал. И сейчас, когда к нему обращаются, это, конечно, не единственное, в чем помогает преподобный Афанасий. И в духовной жизни наставляет, и в каких-то сложных жизненных ситуациях люди обращаются, тоже получают помощь этого святого. На месте погребения святого подвижника, где он покоился шесть веков, сегодня установлена часовня. Внутри деревянное надгробие с изображением почившего святого. В монастыре множество древних икон, одни из самых чтимых, дореволюционный образ великомучника Георгия Победоносца, старинная икона конца XIV – начала XV веков, еще вырезанная из дерева святителя Николая Чудотворца, икона Божией Матери, взыскания погибших, объемное изображение главы пророка и предтечи Господня Иоанна Крестителя. Собраны более 400 частиц святых мощей, великих угодников Божьих, прославленных начиная с первых веков христианства и до наших дней. В обители сегодня проживают 10 насельников. С 2011 года настоятелем Высоцкого монастыря является епископ Серпуховской Роман Гаврилов. Его знают многие верующие. На протяжении почти 15 лет он помогает владыке Ювеналию в управлении Московской епархией, оказывает пастырское попечение и часто совершает богослужения в храмах и монастырях Подмосковья. Когда епископ становится настоятелем монастыря, знаете, уже службы какие-то приобретают, все-таки другой характер, все-таки владыка служит, и людей это привлекает. Братья получил другие послушания. Вот владыка многих рукоположим в священный сан. Сегодня братья монастыря в стенах Высоцкой обители продолжают добрую традицию молитвенного подвига своих предшественников. На богослужениях в храмах и в личном предстоянии Богу в уединении они пытаются постичь величие монашеского делания, приобщиться в вечности, опытно познать путь святых отцов, смирение, любви и самоотречения. Очищая собственные сердца, они помогают людям, которые участвуют в жизни церкви и освящаются ее таинствами. Высоцкий монастырь, как и в прежние времена, сегодня привлекает множество паломников. В его стенах люди получают благословение и утешение, укрепление и исцеление и спрашивают всесильную помощь на жизнь, труды и вечное спасение. А небесные покровители святой обители, Пресвятая Богородица, преподобные Никита, Афанасий Высоцкий старший, Афанасий младший за людей пред Богом ходатайствуют. Я желаю людям, чтобы они стремились к Богу. Верой крепкой, живой. Иоанн Крестьянкин, он в 90 лет сказал, я летаю, я летаю, мне 90 лет, а я летаю, потому что у меня совесть чистая. Вот в 90 лет этот человек действительно он жил. С Богом человек может жить в любом возрасте. Молодой он, старый, сильный, не сильный, вот физически крепкий или больной, все равно с Богом мы живем. С Богом человек С Богом человек Проглашаю нашу передачу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Мы работаем в прямом пире 71440, 71450. Кого Пресвятая Богородица покрывает своим честным анафором? Ну, конечно же, Матерь Божия, она ко всем относится, как к своим детям, но прежде всех она, конечно же, любит и по-матерински покрывает от гнева Божия тех, которые православные, тех, которые праведно живут, тех, которые стремятся своей жизнью прославить Господа и ее, пресвятую Богородицу, тех, которые молятся ей, те, которые стараются достичь какого-то преуспеяния в духовном делании и, естественно, совершающих добрые поступки. Хотя, конечно же, Матерь Божия любит и грешников, которые отпали, и молятся, и плачут о них, потому что ей всех жалко. Но основное – это вот праведники, это те, которые стараются угодить Господу. Может быть, кто-то даже не знает, да, Пресвятой Богородице никогда не обращался. В каких случаях вот стоит прибегать к Матери Божией? Мне кажется, как ребенок прибегает к своей маме, родной, во всех случаях жизней сложных, будь то телесные какие-то повреждения или душевные какие-то тяготы, невзгоды, или какие-то скорби, страдания жизни, там, семейные, когда мама уже более в возрасте. То есть мы всегда к ней приходим, и даже, ну, есть вот, когда испугается ребенок, он чего кричит, ой, мамочка, да. Вот то же самое, Пресвятой Богородице, можно приходить в любых обстоятельствах жизненных, в любых ситуациях, просить у нее помощи, и, конечно же, каждому она воздаст то, что ему нужно для спасения и для решения той ситуации, в которую попал так или иначе человек по своим грехам. Это надо совершенно четко понимать, не сомневаться в этом, и тем более, что покров Пресвятой Богородицы, праздник, который мы сегодня празднуем, он над всей нашей Русью святой развернут, и мы под ним находимся просто потому, что мы здесь родились. Это удел Пресвятой Богородицы, как Афонская гора, например, или Иверия, так и Русь святая тоже удел Пресвятой Богородицы. Кто этим не воспользуется, он, можно сказать, сам себе враг. Как не пользоваться той естественной крышей, можно сказать, от невзгод, которые создает Пресвятой Богородицы своим эмофором. Поэтому есть множество икон Матери Божьей. Вот здесь мы сейчас слышали в этом прекрасном фильме Матери Божьей, иконочке непиваемой чаши, которые помогают во время винопития, алкоголизма или наркомании, или других каких-то страстей телесных. Есть там, знаем, Казанская, которая помогает в семейных обстоятельствах, есть Владимирская, которая покровительствует всей Руси Матушке, Смоленская путеводительница и так далее. Их можно перечислять, их множество, десятков икон, но на всех их изображена Пресвятая Богородица. Поэтому молитесь ей, она вам всегда будет помогать. Ну и в том числе и в вашем монастыре по пятницам тоже совершается молебен, да, перед иконой непиваемой чаши? И Всецарица тоже, да. Также молебен проходит. Всецарица по воскресеньям, первое воскресенье, если я, насколько помню, да, месяца. А пятница, это вот после литургии начинается молебен. Это непиваемая чаша. Так что если кто-то есть желающий, могут даже в Сербхов далеко не ехать. Можно здесь рядышком приехать, помолиться, конечно. Дело в том, что этот недуг, он многих поражает по неопытности, по наследию какому-то там, по неправильному воспитанию. И когда человек уже ощущает на себе мучение от алкоголизма, уже, как правило, поздно какими-то своими человеческими силами это решить. Здесь надо молиться особо Пресвятой Богородице и непиваемой чашей, иконочкой Матери Божией, и она поможет. Ну а Всецарица помогает при онкологии, при каких-то других болезнях телесных, таких вот связанных с раком, с какими-то новообразованиями в теле человека. Поэтому приезжайте помолиться. Как мы с вами уже говорили, отмечается, что люди, которые страдают винопитием тем же, они, как правило, в большинстве своими очень добрые и мягкие люди, которые как раз подвержены таким страстям. И мы тоже с вами уже об этом говорили не раз, о том, что человек для чего начинает пить. То есть человек, когда этот дух ищет Бога, человек не знает, что ему нужен Бог, он начинает пытаться чем-то здесь себя удовлетворить, каким-то там тем же винопитием, или каким-то блудными там своими похождениями. То есть человек вместо того, чтобы искать Бога, он пытается вот эту... Подмену. Да, он искать подмену. Да, действительно, что такое голод духовный, мы все его испытывая, тем не менее мы не подозреваем, что это такое. И это могут быть не только молодые люди, которые еще не полностью осознали себя, еще не познали свои душевные качества и возможности. Это и в возрасте люди, это и в старости люди, которые также не занимаясь духовным самообразованием... Это чувство неудовлетворенности всем. Вот что такое духовный голод, большая часть людей не знает. Спросите, они не ответят. Но что такое депрессия, все знают. Вот депрессия – это производная духовного голода. Вот есть такое чувство на душе, когда вот что-то хочется, а что хочется, не могу понять. Телевизор включил – не то, выключил. Книжку открыл – не то, закрыл. В окно подошел, посмотрел – тоже не то. Телефон набрал кому-то, позвонил – тоже не то. Вот ищет, мается душа, вот маята такая. А чего ищет – непонятно. Вот это и есть первое проявление духовного голода. А потом, чтобы от него как-то избавиться, человек начинает вот эти суррогаты себе придумывать. Это или алкоголь, или более страшные наркотики, или игромания, или блудные какие-то страсти, или чревоугодия, или какие-то хобби, которые тоже не всегда приводят к хорошим последствиям. То есть мы вот именно от этой маяты стараемся куда-то убежать, если не знаем, что это духовный голод. И в этот момент, если человек причастится, эта маята исчезает. Вот странно, но это факт. И все, кто ее испытывает и мучаются ею, придите, причаститесь. Что для этого надо сделать? Для этого простые, достаточно и доступные всякому человеку нужно сделать шаги. Это попаститься один день нельзя. Мясной, молочный, яиц, рыбы, птицы. Вкушать пищу, да, только растительную пищу. Картошку, макароны, огурцы, помидоры, капусту и прочее. Надо с 12 ночи, вот, допустим, завтра я иду в храм на причастие, с 12 ночи я уже не кушаю ничего, не пью, даже святой воды нельзя выпить, глоточек, да. И утром, умывшись, там... Не курить. Тем более, да, если кто курит, курить нельзя, да. Воздержание супружеской жизни подразумевает пост. Прийти в храм утром натощак, ну, если к нам на буднях, то в 8 утра, если воскресно или в праздничные дни, то в 9 утра начинается литургия. Исповедаться на этой службе. Ну, лучше даже не к пассивнике, к 9, а хотя бы там... За полчасика, за полчасика до начала службы прийти, чтобы поставить свечки, чтобы написать записочки, чтобы, ну, определиться, как говорят, на местности, да, что куда идти-то, особенно если в первый раз. Вот. На... Во время службы будет исповедь, на исповеди рассказать все свои согрешения вольные, невольные, все, которые вспомним. Вот все надо рассказать. Ничего не утаивая. Без утайки, без особого стеснения, потому что, ну, как мы к врачу приходим, мы же показываем свои части тела больные, и врач их лечит, хотя это иногда стеснительно, да. Вот то же самое здесь. Надо показать душу Господу, и Господь ее излечит. Все, что вы покажете, все будет исцелено. И после исповеди можно будет причаститься во время службы. Но дома, в тот день, когда вы будете поститься, в этот день надо еще прочитать молитву ко святому причащению. Это тоже очень важно. Если есть возможность, и рядом храм находится, то обязательно сходите на вечернюю службу. Она тоже даст вам такой правильный настрой и укрепит вас к тому, чтобы с утра прийти спокойно. Ну и, естественно, те, которые впервые пойдут, они должны быть, так сказать, предупреждены, что обязательно лукавый будет всячески их отговаривать, всячески им мешать, пытаться не пустить в храм или мыслями, или какими-то там ситуациями житейскими, или там может просто давление поднять, или еще что-то такое. У человека поднимется давление, с того не всего. Не обращайте внимания, идите. Кстати, если, ну, действительно, ситуация с давлением, то разрешается проглотить таблеточку от давления. Ну или если диабет, то тоже какие-то лекарства прибить. То есть, вот, собственно, ничего сложного, как мы видим, но вот эта маята после причастия уходит из души человека, и он становится внутренне самодостаточным, спокойным. Ну, знаете, когда человек голодный, ему вот везде плохо, а когда сытый человек, так ему везде хорошо. Так и здесь. Вот эта сытая душа, духовно напитанная благодатью Божией, она успокаивается и уже не ищет, не мается. И поэтому ей проще бороться с, если страсть уже укоренилась в душе, и этой душе проще бороть эту страсть. У нее появляются силы, у нее появляется духовное такое стремление и, конечно же, Божьей помощи. Вот это надо делать. Ну и надо еще отметить, что не стоит останавливаться на одном разе, а то успокоится человек, а как в Евангелии написано, один бес уйдет, а потом приведет с собой семь злейших. Ну, конечно, как мы лечимся все время. То есть мы один раз там, вылечившись где-нибудь в 10 лет от гриппа, мы же потом всю жизнь не лечимся, мы лечимся постоянно. Так и здесь. Душа, она постоянно болеет, она постоянно голодает, как мы кушаем каждый день. Душу надо напитывать благодатью Божией через тело и кровь Христова хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в месяц исповедоваться, причащаться и лечить ее от тех страстей и духовных болезней, которые мы в течение всей своей жизни набираем на себя, а потом стараемся их доблестно как-то бороть, но без Божьей помощи ничего не получится. Да, и чем чаще человек будет прибегать к целительной помощи, к причастии, он будет себя держать в тонусе. А не то, что, например, я через месяц схожу, и человек знает, что вот мне, например, через две недели или даже через неделю кто-то причащается, он себя уже начинает держать в руках, более себя контролировать. Ну, старается, да, но я вот это вот там, то-то-то уже в себе, так сказать, искореняю и больше к этому возвращаться не хочу. И исповедь причастия – это как бы такой столбик на этом пути, что вот еще одно исповедь причастия прошло, вот еще одно. Как святые отцы говорят, да, что мы живем от причастия до причастия. Да, ну, от одного вкушения тела и крови Христова до следующего вкушения. Потому что, если вспоминать евангельский текст, то Господь очень просто говорит, тот, кто не вкушает тела и крови, моей жизни не имеет. Поэтому человек, не причащавшийся никогда, он не имеет жизни, он фактически внешне живой, а внутри умер. К сожалению, он в такой коматозном состоянии, в духовном смысле, этого слова находится. Надо попробовать жизнь. Да, истинную жизнь надо обязательно вкусить и стараться, единожды попробовав, от нее уже не отступать. Мы часто слышим такое выражение «праведники». Кто такие праведники? Ну, естественно, само слово «праведник», оно имеет корень «правда». То есть мы из этого понимаем, что те люди, которые соблюдают законы правды, которые живут по правде, которые стараются избегать всего, что не является правдой, они являются праведниками. И так как правды у нас очень много, у каждого своя правда, даже такой пословица есть, то, конечно же, на какую правду мы должны опираться в этих наших размышлениях. Естественно, та правда, которая является истиной, которая от истины исходит, правда. То есть она одна единственная? Она единственная, как есть в математике, вот таблица умножения. Она единственная, как есть законы физики. Они все, собственно, единственные, других нет законов. Так и здесь, в духовном мире есть такие же законы истинные. И от них наши действия бывают либо праведными, если мы соблюдаем эти законы Божьи, Богом установлены, либо, если мы их не соблюдаем, мы становимся грешниками, и сами же, нарушая эти законы, сами себя подвергаем опасностям и болезням. Вот здесь как раз потому Матерь Божия и плачет о нас, о всех, что она видит, как мы спотыкаемся, как мы сами себя повреждаем этими болезнями, этими страстями, нарушая заповеди Божии, правду Божию не исполняя, не живя праведно. Она плачет о нас. Ей очень жалко нас всех, как своих собственных детей. Поэтому давайте поменьше Матерь Божию расстраивать. Да, и мы в заповедях блаженства тоже читаем. Блажены, алтющие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены, избранные за правду, ибо их есть Царство Небесное. А что же это такое правда? Что есть правда? Ну, это то, что исходит от Господа. Так как Господь есть истина, Он сказал, Я есть истина и живот, и путь. То есть вот истина Бога, правда, она производная от истины. Естественно, правда, то, что мы не всегда понимаем правильно, и это не является правдой, хотя мы думаем, что это правда. Вот эту правду мы не должны путать с правдой, исходящей от Бога. То есть только то, что исходит от Господа, является настоящей правдой. То, что исходит от человеческих измышлений, это неправда. Ну да, как говорят, я по справедливости поступаю. Он мне там что-то сделал. Я вот думаю, что это так. Но вот сейчас, как часто мы с этим сталкиваемся, вот сейчас я думаю так, а через год я совсем по-другому начинаю думать. И что же тогда правда меняется? То есть правда Божия, да, она заключается в заповедях Божиих, да, в Евангелии. То есть для того, чтобы нам понять, что это такое, то есть нам нужно открыть Евангелие и начать читать. Ну, как бы такой трафарет, через который мы будем просеивать все правды, да. И этот трафарет нам оставит только истинную правду, божественную правду. Это заповеди Божии, это Евангелие, это наставление церковное. То есть то, что от Бога изошло и к Богу идет, это есть правда. Все остальное, все измышления человеческие, они на половину правды, на половину ложь, может быть на четверть, может быть на 80%, но в них всегда присутствуют какие-то греховные включения, и они как-то ложка дегтя в бочке меда, они полностью эту правду оскверняют. Поэтому нужно опираться лишь на то, что написано в Евангелии, что дано в заповедях, в том числе в заповедях блаженств, и в законах Божиих, и это та правда, которая не осквернена никакими человеческими включениями, которая никак не нарушена в своем стройном, сотворенном Богом величии. На это и надо опираться. То есть, например, мы с вами примера приведем, например, человек, кто-то кому-то что-то сделал, и надо отомстить. Наша какая-то мысль. Как я ему скажу в следующий раз, как надо ответить ему? А Господь что-то говорит, ударил тебя в щеку, подставь другую. Ну да, здесь сталкивается правда человеческая с правдой Божией. То есть, если мы в жизни привыкли защищаться, как минимум, я уж не говорю, что мстить, но хотя бы защищаться, вот на меня нападает, а я ему в ответ. И он меня один раз ударил, а я ему два раза ударил, чтобы на будущее неповадно было. Это такая человеческая правда. То евангельская правда, она совсем другое предписывает делать. Молиться за врагов, любить врагов своих и прощать им, своим врагам прощать те нападки, которые они делают. То есть, Господь в таком просторечии говорит, что для простого народа, что по одной щеге ударили, поставь другую. Это как раз говорит о прощении и о неответе человеку злом за злом. Это нам очень трудно понять, потому что в нас буквально вбита гвоздями правда такая человеческая, что нет, тебя ударили, ты ударь. Тебя обманули, ты обмани. Тебя воровали, ты обворовай. Но это неправильно. И, наверное, самая главная правда – это веровать в Господа Иисуса Христа. Ведь, как Господь сказал, в Евангелии написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И еще один отрывок тоже. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит света и не идет к свету». То есть вот именно вера в Господа Иисуса Христа – это есть такая вот правда. Если мы читаем Библию, то там был такой правоотец Авраам, и ему в правду вменилась вера в Бога. То есть почему его праведником считают? Хотя он нарушал часть заповедей Божьих, в том числе у него было две жены, например. И какие-то другие моменты он там, не было таких постов у него, или каких-то там, как мы сейчас в храм ходим, тоже у него не было, потому что тогда и храмов-то не было. Но ему в праведность сменилась вера в Бога, причем вера настолько твердая, что когда Господь повелел ему принести в жертву своего собственного сына Исаака, он не усомнился, взял сына и повел его на заклание принести в жертву. И когда он уже замахнулся с ножом на сына, чтобы его принести Господу, ангел остановил руку Авраама, то есть он прошел, так сказать, искушение, проверку веры, и вот эта твердость веры, что... То есть Бог дал, Бог взял. Да, сын-то откуда у него? От Бога. И он долго просил Господа, чтобы тот дал, и он обещал ему, что от твоего семьи произойдет большой, огромный народ. И произошло все это. И тут вдруг он говорит, ты родишь сына, а теперь убей его. Да, ну у нас даже в голове это не кладется, как собственного ребенка убить. Но Авраам настолько верил Богу, что даже на это пошел. И вот такая твердость веры ему вменена была в праведность. Поэтому верующий человек, он уже потому, что он верит в Бога и верит Богу, он уже праведно живет. Но верить в Бога не просто, как говорят, что-то есть, это много. Нет, нет, верить в Бога и верить Богу как личности. Это вторая часть веры, да, а потом доверять еще Богу можно. Тут как бы три ступеньки веры. И чтобы верить Богу, надо же его познать. Познать Бога, к сожалению, невозможно полностью, но приблизиться к познанию, что Бог есть, что Он един в трех лицах, что Он нас любит, что Он дал заповеди, что Он здесь пострадал за нас. Это тоже познание Бога. Хотя, повторюсь, так как Бог безграничен в своих качествах, полностью познать его невозможно. Полностью, да. Ну вот, например, мы даже и святые праведники, и преподобные Сергии Радонежские, и которые сегодня святые, да, все они преподобные. То есть мы все призваны к тому же, что и люди, которые достигли святости, да, богоподобности. Уподобиться. Да. Поэтому все-таки стремление-то нужно. Обязательно, конечно. Но знаете как, вот есть вот стакан, а есть ведро с водой. И ведро в стакан не вольешь. То есть есть определенные границы души каждого человека. И вот все, что душа человека восприимет от Бога, это и будет познание этой душой конкретной, этой душой Бога. Но по размерам, так сказать, внутренним, духовным, можно так сказать, аллегорически размерам душа от души отличается. И это в Священном Писании сказано. Звезда одна ярче, другая более тусклая. Но все звезды, все светятся. И то же самое и здесь. Мы уподобляемся Господу, когда вбираем в себя его заповеди, его наставления, его благодать, его спасение от смерти. То есть тело и кровь Христову мы в себя это вбираем. И через это уподобляемся. Ну, свою меру, наверное, невозможно познать. Нужно стремиться к максимуму. Вот мы, да, идем, так сказать, на источник света. А уж сколько в нас вместится, знает только Господь. Он нас сотворил и каждому свою меру воздал. Ну, даже по жизни. Кто-то епископ, кто-то священник, кто-то алтарник, кто-то диакон. Тоже различные меры у каждого свои. Кто-то преподобный, кто-то мученик, кто-то апостол. Девять чинов. Но это будет уже известно небытой, наверное, жизни. Да, мы это уже узнаем только по окончании жизни. Кому что воздастся. Там будет все ясно и понятно. Поэтому, конечно же, мы все созданы по образу Божия. И, ну, как вот фотографии, да. Образ Божий в нас запечатлен при сотворении нашем. Но так как Господь хочет больше от нас, не только чтобы образ был, но и что мы еще и жили по подобию Божию, мы должны уподобляться в своих поступках, в делах и творениях, и мыслях, и чувствах Господа. На чем будет основана оценка нашей жизни на суде Божии? Ну, если читать Евангелие, Господь говорит, по делам оценивается древо, да, по плодам оценивается древо. По нашим делам будет оцениваться наша жизнь. И действительно, каждый человек, в этой жизни что-то совершая, он как бы пишет свою такую книгу жизни, свое сочинение делает. И это сочинение потом ложится на стол суда Божьего, разворачивается эта книга и оценивается. Но есть такие фразы, когда многие святые говорили, что Господь, он часто вменяет в дело даже намерение человека. То есть человек захотел что-то сделать, но не смог сделать. Вот его намерение Господь уже воспринимает как делание. Исходя из этого, конечно же, понимаем мы, что мы не можем доброе дело сделать без Божьей помощи. Конечно же, понимаем мы, что приблизиться к Божьему милосердию, к Божьей любви мы лишь на шажочек можем приблизиться, а полностью воспринять это не можем, но Господь это тоже вменит нам во спасение. То есть сами намерения, само наше желание двигаться к Богу уже спасительны. И, наверное, еще одно из таких главных качеств, то есть когда человек, вот этот отпечаток доброго дела накладывается на душу. То есть, например, та же уборщица, ну вроде такой с внешнего взгляда, что она может делать? Но если она будет делать всю эту работу с любовью, если она будет делать качественно, если она будет стараться для других послужить, она подумает, что сейчас придет начальник, а тут у него чистенько. То есть даже вот эти моменты внутренние расположения, она, наверное, даже важнее, чем самые дела. Ну да, мы должны быть похожими на своего Отца Небесного, на свою Матерь Пресвятую Богородицу. То есть похоже в их поступках, не лицом, а делами, своими внутренними качествами должны быть похожи на наших родителей, как дети, естественно. То, конечно же, Господь оценивает это основное. Что в нашей душе запечатлелось более всего? Все-таки образ Божий и подобие Божие? Или греховные страсти, намерения и желания? И здесь вот как раз борьба-то идет в сердце человеческом. Основное поле битвы – это наше сердце. И его надо защищать, укреплять, предоставить Богу. Защищать. Защищать, я сказал. Защищать, укреплять, предоставить Богу. Как Господь говорит в Священном Писании, «Дашь мне, Сыне, сердце Твое». То есть мы свое сердце должны отдать Господу. И это как раз и будет полным таким отсечением своей воли. Можно так это объяснить. То есть мы полное смирение пред волей Божией этим проявим. И это и будет оценка наша на Страшном Суде. Чью волю мы творили? Свою, бесовскую или божественную волю? И это тоже будет оценкой. Вне зависимости от того, на каком уровне стоит человек. На уровне президента или уборщицы. В любом месте человек чью-то волю совершает. Либо это воля Божия, либо человеческая, либо бесовская. Вот здесь мы должны стремиться исполнять везде волю Божия. У нас минуточка на завершение. Пожалуйста, вам заключительное слово. Еще раз всех поздравляю с покровом Престой Богородицы. Желаю, чтобы Матерь Божия своим покровом вас покрывала от всех невзгод и напастей в эти сложные дни. С болезнями, с какими-то трудами и с семейными неурядицами. Чтобы у вас на душе был покой, радость, мир. Так же, как у ребенка под покровом Матери находящегося. Помоги вам, Господи, с праздником. Да, благодарим вас, батюшки, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. На сегодня это все. До свидания. До свидания. До свидания.